Новый год – пора волшебства. А подарить чудо детям совсем не сложно. Было бы желание. Так Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи пришли к ребятам в рамках акции «Стань волшебником, подари детям праздник». Она проводится с Регорским объединением «Дети в беде» не в первый раз и стала уже традиционной. Новогоднее представление малышей и подростки посетили вместе с родителями. Очень благодарны. Мы всегда, мы ежегодно благодарны Ирине Станиславовне Круповиче, Детский фонд мира. Это те основополагающие, скажем так, платформы, на которые выстроено вообще вот это вот наше новогоднее все. У нас очень много на лечении. В этом году очень много у нас прибыло, 11 человек. Поэтому для того, чтобы подарить всем деткам праздник, всем без исключения, тем, кому тоже нельзя выходить. Поэтому вот это мероприятие с помощью, конечно, множества организаций. Я счастлива именно от того, что наша задумка, изначальная задумка, то есть увидеть в глазах этих детей радость. Вот это вы же видели, вы же видели эти лица, понимаете, что вот этот заряд, который, дай Бог, чтобы и он им помог справиться с этой бедой. Мы рады, что у нас получается. И с помощью всех неравнодушных у нас это прямо на ура. На призыв организаторов поделиться теплом и добротой с детьми, которые в своем юном возрасте уже знают, что такое борьба за жизнь, откликнулись такие организации, как Беларуськалий, Белорусский союз женщин, Белая Русь, районное объединение профсоюзов, территориальный центр социального обслуживания населения, торговый дом Радуга Свет, а также предприниматели и просто неравнодушные жители города. Благотворительную акцию поддержало Управление идеологической работы культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома. В роли добрых волшебников на празднике выступили и депутаты Палаты представителей. Главное богатство нашей страны – это, конечно же, дети. И главное, чтобы в эти предпраздничные дни все чудеса, которых они ждут, сбывались. Я очень хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, тех неравнодушных людей, которые делают очень много для того, чтобы наши дети не чувствовали себя без внимания, не чувствовали себя без нашей заботы. И поэтому сегодня я счел, ну, скажем так, за честь поучаствовать в этом мероприятии, считаю, что мы должны отдавать нашим детям больше, больше и больше. Это будущее нашей страны, которое должно быть светлым, такие же, как улыбки наших детей. В районной организации «Дети в беде» 44 маленьких, но стойких ребенка, разного возраста, характера, но с одинаково сильной верой в чудо. Этих юных участников праздника ожидало масса сюрпризов, среди которых не только подарки и сладости, но и театрализованное представление. В этом году впервые к акции присоединился трест «Шахта Спецстрой». Сегодня мы приняли участие впервые, приняло участие как открытое акционерное общество, так и профсоюзная организация общества. Считаем, что все остальные организации, предприятия нашего района также должны поддержать эту акцию и продолжить принимать участие. Кроме того, хотелось бы сказать всем остальным жителям города, не оставайтесь равнодушными, потому что эти детки нуждаются в нашей заботе и помощи. Аниматоры шоу мыльных пузырей, аквагример и бумажное шоу – праздник удался. А подтверждение тому улыбки на лицах и счастливый детский смех. Пополнить ряды участников акции может каждый из нас. Копилки добрых дел установлены в магазинах «Солигорск Торг».